МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопрос голосования звучит так. Как наказывать депутатов-прогульщиков и драчунов? Лишать мандата, штрафовать или вас сажать в тюрьму? Эти варианты ответа предложены нами. Выбирайте подходящий на ваш вкус и голосуйте. Но, конечно же, задаем вам этот вопрос, Лилия, все-таки. Что из трех перечисленных? В свете сегодняшних событий Верховной Рады, в свете вчерашних событий, когда спикер парламента ПРУВИ отменил процесс работы Верховной Рады за неимением нужного количества депутатов в зале. А сегодня состоялась драка там. К сожалению, у нас это происходит достаточно часто в Верховной Раде. Я категорически против подобных инцидентов. Все должно решаться цивилизованными методами. И что касается Верховной Рады, то там есть возможность штрафовать. Лишать мандата на сегодняшний день – это достаточно длительная, тяжелая, радикальная. Хотя я считаю, что если бы пару раз показательно это сделали, то эффект бы был. А вот, кстати, вопрос возникает. В Одесском городском совете, кроме вот этого… Ну, это не драка, такой инцидент. Саша Боровиков, ничего такого и не происходило. Ну да, слава богу. Немножечко бывает в областном совете что-то. Да, ну, так уже это даже не носить. Ну, у нас как-то цивилизованно и уважительно. Даже несмотря каких-то политических взглядов, либо каких-то взглядов. Более воспитанной наши депутаты. Более воспитанной, более корректной. Или цена вопроса, которые решают депутаты, другая. Ну, если говорить о каких-то, знаете, вопросах, которые происходят под столом или за ширмой. Ну, ладно. Возможно, возможно, да. Сложно отвечать на этот вопрос. Давайте поговорим о сессии городского совета. Какие основные тезисы были озвучены? Что будет делать, собственно, мэрия в ближайшее время? Ну, проектов новых, интересных много. Я вот сразу хочу вас перебить в этом моменте. Знаю, что как раз проекты приходили ночью, и не совсем невероятно вы успели познакомиться. Нет, я успела. То есть вы ночью не спите? У меня в отношении проектов программ принципиальный вопрос. Я вычитываю каждую программу. Возможно, не совсем я разбираюсь еще. Но это вы настолько ответственны. А вот, наверное, 8%. Послушайте, 90% депутатов вообще не открывают эти программы. Потому что мы, наверное, не об ответственности говорим, а выборах. Если получается увидеть протокольную работу на следующий день ночью, то нельзя, в принципе, предъявлять претензии депутатам. За какое время должны повестку дня получать депутаты? Ну, за две недели первая рассылка, по-моему, идет. А вот с правками когда произошла? С правками произошла полвторого ночи накануне сессии. Понятно, что это очень сложно. А кто рассылает? Ну, видимо, сидит какой-то человек перед сессией. На самом деле, мне искренне жаль тех сотрудников, которые сидят, вносят правки. И то, вчера на сессии было с голосом внесено опять большое количество правок. И с некоторыми я даже не ознакомлена. А на сессию как, кстати, добирались ввиду сложных погодных условий вчера? Ну, дороги, слава богу, проездные практически все, за исключением межкварталки. В межкварталку я принципиально не заезжала для того, чтобы не... Вы догадываетесь, чтобы вы могли там увидеть. Давайте мы послушаем опрос депутатов городского совета и прокомментируем его. Давайте посмотрим. Конечно, довольны. Ребята с утра работают. Вот я выходил из дому, песочком посыпают. Не скользко, я удивился даже. Я один раз был недоволен, когда упал, но дальше все было исправлено. И все нормально. Вчера до обеда ситуация оставляла желать лучшего. Сегодня и ближе к вечеру, вчерашнего дня, действительно, коммунальщики вышли, были тротуары посыпаны. Доволен. Дороги мы привели в порядок, все-таки, и по оценкам национальной полиции, о том, что аварийная ситуация, если так можно сказать, под контролем, в том плане, что нет существенного увеличения, и благодарят нас за работу. Есть нюансы в работе по обработке тротуаров. Песок находится на улице, дороги проезжаемые. Я думаю, что все добрались, депутаты на своих рабочих местах, сессия начинается, я думаю, что все в порядке. Хочется вводить с кино, просто спросить, где песок? Вот где песок? Люди, которые падают, люди, которые обращались в больницу, я думаю, их интересует этот вопрос в первую очередь. Работы по посыпке песчано-солевой смесью производились. Лично видел, лично организовывал такие вопросы. Но вы довольны результатом, скажем так, масштабными посыпками? Я знаю, то есть результаты должны оценивать одесситы. Внутри дворовые проезды абсолютно не посыпаны. Ну, честно говоря, сам вчера упал несколько раз, и сегодня не планировал даже идти на сессию. Я вижу, что хотя бы есть реакция. Если с утра вчера действительно был ужас, и сам чуть один раз не упал, то уже во второй половине дня после ситуации стало выправляться. Понятное дело, что есть куда расти, есть куда изменять. У нас те отключения, которые бывают в ТП, трансформаторных подстанций, требуют к ней подойти. И, как правило, когда ноги разъезжаются и скользко, это сложно сделать. А сейчас не разъезжается, все посыпано. По старой пятибалльной системе сколько поставить? Твердую четверку с плюсом. Сработали на 3 с плюсом. Почему на 3 с плюсом? Потому что, в принципе, тротуары, они как бы посыпаны, и основные, там, где ходит много людей, основной общественным транспортом. А сейчас поставлена задача, чтобы полностью обеспечить и внутриквартальные... Ну, я скажу, что сработали хорошо. Как и в январе, так и сейчас. Вот февральская непогода. Вчера и сегодня все дороги были посыпаны. Не было никакого транспортного коллапса. Сказать, что я совсем недовольна, не могу, потому что по дорогам ездить можно. Конечно, пешеходные тротуары, все обледенело. В школу сегодня дети не пошли. У нас, у меня, у ребенка, в классе, там, процентов 10 решили повезти детей в школу. По зоопарку ходить довольно-таки комфортно. Звери не страдают от погоды, потому что у них есть у всех теплые какие-то убежища. Лилия, ну и вас мы увидели в нашем сюжете, в нашем опросе. Вот какой вопрос еще задать. Наверняка мы, телезрители, любят цифры, и наверняка мы именно поэтому на них ссылаемся. Оценку городской глава поставил 4 с плюсом. Ваша оценка какая? Я больше соглашусь с Козловским Александром Марковичем, потому что работа производилась, но сказать, что она на 4 с плюсом, я не могу. Межкварталка как не посыпана, так и не посыпана, хотя они заявляют о том, что они собирались или планируют это делать. Пешеходная зона, конечно, более или менее уже посыпана, но опять же частями, кусками. Ну вот, к слову, сегодня я увидела белые дороги, я даже не сразу поняла, что это, но потом очевидно стало, что это соль, но дороги были, ну просто идеальны. Мы были с первых секунд гололедицы в нормальном состоянии, потому что я была постоянно за рулем, и даже когда машина была полностью во льду, по дороге была достаточно спокойная и комфортная. Да, к сожалению, несмотря на все старания, большое количество дорожных транспортных происшествий, падений на пешеходных проходах с большим количеством переломов и прочее, очень много посвятили обсуждению этой темы. Хочется задать вам вопрос, лично ваше мнение по поводу смены человека в должности вице-мэра, а теперь Петр Ребекконь занимает эту должность. Что ожидаете от него и вообще как относитесь к его личности, ну в качестве профессионала, конечно же? Ну, я сталкивалась с работой Петра Маисеевича до того момента, пока он был назначен в должность вице-мэра, когда он занимал должность руководителя ГАСКО. На мой взгляд, ну это на голову, на шаг, на рост выше того вице-мэра, который предшествовал ему. Я надеюсь на то, что ситуация изменится. И даже вчера я уже... Какая ситуация и где ситуация? С незаконными застройками. Ну вот этот все-таки сектор. Я даже вчера видела уже сюжет, я не помню, или просто какую-то колонку где-то читала, что его реакция уже последовала на многие там застройки, мансандр и так далее. Сегодня у нас, мы и жители слушали, и представители ОСМД были на Малиновского 53А. Люди в новострое уже месяц получаются огромными перебоями воду. У них 10 градусов тепла в квартире. Соответственно, и свет очень редко там появляется. Ну вот какие-то такие ситуации, как вам кажется, могут быть разрешены с помощью городской власти? Потому что люди уже полностью отчаялись. Ну, конечно, могут быть разрешены с помощью городской власти и вопрос, куда обращались люди. Я, если честно, первый раз сейчас от вас слышу об этой ситуации. И вчера, по-моему, поднимался вопрос даже на сессии, что люди там где-то 3 месяца без воды или еще что-то. То есть все данные вопросы могут быть разрешены. Главное, желание, пусть люди обращаются. Желание кого? Желание депутата данного округа, желание чиновников, ну и напора жителей. Также на сессии обсуждались вопросы борьбы с наливайками и урегулирования вопросов с парковками. Что стало понятно для вас? Какие были движения в этих вопросах? Ну, относительно наливаек вопрос пока с большими, опять же, вопросительными знаками. Потому что на сегодняшний день внесли только в план разработки регуляторного акта. Это достаточно длительная процедура. Что касается наливаек как таковых, вот в том понимании, в котором мы понимаем наливайки, то это, конечно, хорошо, что будут применены какие-то ограничения и меры. Что касается работы супермаркета и так далее, у меня, опять же, возникает много вопросов. Но здесь я надеюсь, что подойдут дифференцированно. И, собственно, с наливайками вопрос будет решен, особенно возле школы и так далее. И пресечен. А что касается здравого смысла, все будет нормально. А что вот вас возмутило на вчерашней сессии? Учитывая, что с проектами решений вы были хорошо знакомы. Что меня возмутило, это поднятый коллегой вопрос о том, что не отводят землю атошникам, как обещали, после принятия зонинга. Что это будет быстро, безболезненно. И это, собственно, было таким флагом, под гаслом которого принимали зонинг. И, собственно, не скрывая, сообщили о том, что вот это мы рекомендуем за этот пункт голосовать, а за этот пункт мы не рекомендуем. За сад мы не можем не вынести. Ну, на мой взгляд, это... То есть не видать еще долгая квартира атошникам, я так понимаю. Речь идет о земельных участках. О земельных участках, да. Вы знаете, здесь хотелось бы, чтобы эти люди максимально быстро и безболезненно получали, но я так понимаю, что ничего не изменилось и с принятием зонинга, и с подходом, и, собственно, к отношению к данному категории людей. Есть еще какие-то вопросы, на которые обращали внимание совместно и во всем сошлись. И хотелось бы понять, так же к вам задаю вопрос, как я задавала и Богдану Гиганову, вопрос... Кнопка... Давства. Давства. Такое слово, кнопка давства. И как с этим бороться? Есть ли, на ваш взгляд, решение прямо сейчас? Вы знаете, я знаю, что в киевской мэрии стоит какая-то система, которая не позволяет... Идентифицирует отпечаток пальцев? Да. И мне кажется, на сегодняшний день это единственное какое-то такое решение. Это, наверное, дорого, да? Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с... А кто должен оплачивать такие инициативы? Вот интересно, не налогоплательщики ведь? Ну, опять же, здесь идет речь о защите тех же налогоплательщиков. Значит, они все-таки. Они должны заплатить, чтобы депутат нормально выполнял свои обязанности. Ну, они же платят за драки и так далее. Тут много вопросов, которые... Ну, это рассматривается. Просто хотелось бы понять. Мы часто, к сожалению, возвращаемся к этому вопросу, обсуждаем его и всегда обсуждаем, как все понимают, под очень негативным, под острым углом. Но в результате это все сводится вот к такой дружеской полемике, и на этом все заканчивается. Опять же, здесь очень важна политическая воля и решение, да? И в нашем совете... Кого-то одного? Ну, у нас, вы знаете, как это происходит. У нас есть большинство, есть как бы указания и так далее. Я считаю, что это должно прийти именно к этому, и это должно пресекаться. А вы как часто лично становились свидетелем того, что ваш коллега... Я вам честно скажу, на этой сессии я увидела это в первый раз. Вот честно. Не выживание как-то отдернуть. Может быть, до этого я не обращала на это внимание, потому что как раз после предыдущей сессии вышел сюжет, где показали, как это происходит. И, может быть, в этот раз я была более бдительна, потому что я всегда читаю, работаю во время сессии. А в этот раз мне было... А кто это был? Это был коллега, один из моих коллег. Ну, зачем? Вы же озвучивали уже сегодня фамилии. Ну что ж, услышали ваше мнение, услышали главные векторы и направления движения работы мэрии в ближайшее время, я так понимаю. Важно. Мы благодарим, что нашли время для нас, чтобы обсудить эти детали. Лилия Леонидова, депутат Одесского городского совета, была у нас в гостях. Сейчас мы передаем слово нашей коллеге. Алла Есина ознакомит вас с последними событиями. К этому часу, а позже уже вернемся мы в студию. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова